Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Анастасия Сидорова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среднем уже привито около 40% жителей Красноярского края. В нашем городе показатель составляет 37,7%. У наших соседей таймырцев ситуация лучше. Уже привилось почти 55% населения. Безусловный лидер – Шарыповский район. Там прививку поставили 60% жителей. В аутсайдерах – Березовский район. Там показатель немного не дотягивает до 30%. Отметим, всего в регионе первый компонент прививки получили 890 тысяч человек. Полностью вакцинированы 836 тысяч человек. 2 октября в Красноярском крае состоится Всемирный день сердца. Это глобальная кампания, цель которой – рассказать людям о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В этот день в поликлиниках можно будет пройти комплексное обследование работы сердца, в том числе и в Норильске. Тему продолжит Екатерина Алексеева. Пугающий факт. От сердечных заболеваний за всю историю человечества скончалось больше людей, чем от всех войн. Болезни сердца на первом месте в рейтинге причин смертности. При этом развитие таких патологий лишь менее чем на 20% зависит от генотипа, на 10% от здравоохранения и на 50% от самого человека и его образа жизни. Болезни сердца, большая часть из них, соответственно, характеризуются управляемыми рисками, то есть, которые мы можем убрать, в отличие от тех же самых инфекционных заболеваний, либо онкологии. И если мы занимаемся профилактикой, то, соответственно, риски возникновения тех самых сердечно-сосудистых заболеваний, они будут минимальны. Бывает сложно отказать себе в удовольствии съесть что-то жирное или жареное вечером после тяжелого трудового дня. Но прежде чем отведать свинины или бургер, задумайтесь. Ни экология, ни условия Крайнего Севера, ни врожденные патологии – ничто так не опасно для сердца, как избыточный вес. В нашем городе, где зима 9 месяцев в году, норильчане ведут малоподвижный образ жизни. Это еще один удар по сердцу. Снизить риск ишемии и, как следствие, инфаркта под силу любому. Секрет не только в ежегодном прохождении планового медосмотра. Только работа с собой, в первую очередь. То есть это вести как можно более активный образ жизни, более или менее правильно питаться, и это, соответственно, снисит риск развития заболеваний. Потому что, еще раз говорю, риск есть у всех. Например, мужской пол – это фактор риска, возраст – это фактор риска. То есть мужскому населению надо больше внимания обращать на эти моменты. Если фактор риска в виде пола и возраста мы убрать не можем, то поединческий фактор риска, то есть питание, подвижность в жизни или, так скажем, в отсутствие – вот это мы вполне можем изменить. За окном осень – то самое время, когда человеческий организм наиболее уязвим. ОРВИ, грипп – уже привычные нам болезни, кажется, не несут в себе никакой опасности. Но и они могут привести к тяжелым заболеваниям и последствиям. Если лечиться неправильно или не лечиться вовсе, возможно, опосредованно и поражение сердца. Действенным методом борьбы с демисезонными заболеваниями, естественно, является вакцинация. Те же рекомендации применимы и к коронавирусу. Помните, ваше здоровье только в ваших руках. Екатерина Алексеева, Александр Вуори, Норильские новости. О православии через технологии. Центр развития туризма Норильска стал победителем международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива-2021» с проектом «Православный дух Арктики». Его цель – повышение духовного образования, православной культуры и православного туризма. Подробности далее. Становление православия на Таймыре началось еще в 17 веке, когда в Дудинке появилась Свято-Введенская Православная Церковь. Это случилось в годы освоения этой территории русскими землепроходцами. Церковь сразу же стала центром распространения православия среди населения. А как рассказывают религии сегодня? Через современные технологии, а именно через видеоэкскурсии. Центр развития туризма Норильска запускает проект «Православный дух Арктики». В рамках проекта нами предусмотрено снятие цикла видеоэкскурсий о духовных точках притяжения муниципального образования город Норильск и Таймырского-Долган-Ненецкого муниципального района. Серия видеоэкскурсий будет снята о семи храмах Арктики. В их числе храм новомучеников и исповедников Церкви Русской, Кафедральный собор иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в Норильске и Церковь Толнахи. Непосредственно будет проходить видеосъемки, снятие видеоэкскурсии в храме новомучеников, где мы сейчас с вами присутствуем, в городе Норильска. И также, что немаловажно, мы будем снимать видеоэкскурсию об этом уникальном музее, в котором мы сейчас с вами находимся, с целью продвижения духовных точек, чтобы показать наш Норильск немножко с другой стороны. Предусмотрены и VR-экскурсии в формате 360. На ней туристы смогут посетить сразу несколько мест притяжения православных верующих. Снимут и фильм об истории становления православия на Таймыре. Весь контент можно будет найти на YouTube-канале Центра развития туризма Норильска. Ко всему прочему выпустят открытки с точками духовного притяжения Таймыра и путеводитель православный Норильск. Уже с середины декабря Центр развития туризма Норильска начнет проводить общественные показы от снятого контента, а 14 января в кинотеатре «Родина» пройдет мероприятие «Православный дух Арктики», где покажут все подготовленные видеоматериалы. Кирилл Зайцев, Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Никита Левенец, Норильские новости. В Красноярском крае продолжают подготовку к всероссийской переписи населения. Она пройдет в период с 15 октября по 14 ноября. Уже началось обучение контролеров полевого уровня в списке их задач организация и контроль работы переписчиков. Это касается сбора, обобщения и анализа информации о числе жилых помещений, в которых проведена перепись населения, контроля правильности заполнения переписных листов, ежедневной передачи отчетов уполномоченным лицам. Напомним, в этом году перепись проходит в новом формате. Появились электронные переписные листы. Кроме того, россияне смогут пройти перепись самостоятельно на стационарных переписных участках либо на портале госуслуг. Отметим, также начала свою работу горячая линия переписи населения. Все вопросы можно задать по телефону, который на ваших экранах. 1 и 2 октября в Норильске пройдет лекторий, посвященный обсуждению актуальных вопросов экологии, традиций и искусства. Проект реализуется в преддверии 3-го Евразийского женского форума при содействии фонда гуманитарных и просветительских инициатив соработничества. Партнеры лектория в Норильске – благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» и местная общественная палата. Площадка лектория под названием «Благодарю» станет публичная библиотека. Ключевым событием станет дискуссия, посвященная использованию возобновляемой энергии в развитии северных территорий. Во встрече примут участие экономисты, экологи, юристы, специализирующиеся на теме зеленой индустрии и освоении природных ресурсов в регионах арктического пояса. Кроме того, в рамках лектория «Благодарю» пройдут лекции и мастер-классы, посвященные традициям, психологическому здоровью и осмыслению человека в современном мире. Вход на лектории «Благодарю» свободный. Частная луна путешествует по всему миру и теперь добралась до Арктики. В художественной галерее открылась выставка московского художника Леонида Тишкова. Его работы уже были представлены в Польше, Италии, Америке, а также во многих городах России. В экспозиции фотографии, графические работы и видео автора, а также световая инсталляция. Гостями частной луны Леонида Тишкова стала и наша съемочная группа. Российский художник Леонид Тишков уже много лет путешествует по всему миру со своей луной. Изначальная инсталляция со светодиодами была представлена на одном из фестивалей современного искусства в качестве арт-объекта. Однако позже стала частью авторского проекта «Частная луна». Леонид Тишков совмещал символ выставки с природными и урбанистическими пейзажами. В результате получилась серия необычных фотографий. Снимки луны были сделаны в разных уголках Земли – на Тайване, в Китае, Париже и даже Арктике. Он взял ее с собой и три недели, дрейфуя в альдинах, путешествуя по фьордам, делал кадры где-то в заброшенных домах, в домах геодезистов, где-то на тающих ледниках. Есть фотография, где идет проекция со шхуны на айсберг. И он говорит с нами «Я еще жив», то есть мы должны задуматься о том, что же происходит. Стоит отметить, луна у художника не одна, а несколько десятков. Отличаются они друг от друга в основном подсветкой. Перед появлением фотографии с луной художник обязательно делает рисунок. Так создается мир, где луна – спутник не только Земли, но и каждого человека. Сам проект безумно известный, путешествие частной луны. Пожалуй, один из самых известных проектов в современном искусстве, который активно путешествует не только по российским городам, а по всей планете. И мы мечтали, конечно, показать его на речанах. У нас была в 2016 году выставка, где одна работа Тишкова присутствовала. Но это вот, конечно, это совсем недостаточно, чтобы горожане могли составить свои впечатления об этом художнике. Образы получились нежными и поэтичными и пришлись по вкусу посетителям выставки. Я признаюсь, что я встречалась с этой выставкой в Санкт-Петербурге. Сегодня мне очень многие картины известны. Я с огромным удовольствием пересмотрю их еще раз. И я абсолютно уверена, что для каждого на речанина луна откроется совершенно по-новому. Она предоставит позитивной энергии, наверное, теплоты нашей Арктики. Потому что сегодня арктический дневник, который представляет Леонид Тишков здесь, на этой выставке, он уникален. И я абсолютно уверена, что на речанам эта выставка очень понравится. Здесь такой симбиоз искусств одновременно и изобразительное искусство, то есть графика, одновременно фотография. Поэтому очень интересно. Такой интересный, достаточно свежий взгляд. Одновременно лаконично и при этом достаточно выразительно. Поэтому луна очень интересна. А вот графика, что-то мне лично приглянулось, что-то кажется очень интересным, но спорным. На выставке презентовали книгу собственных сказок художника «Мальчик и луна». А также поучительную творческую историю с любопытным названием «Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта». Побывать на частной луне Леонида Тишкова и познакомиться с его творчеством поближе можно будет до конца ноября. Екатерина Алексеева, Анастасия Сидорова, Никита Левенец и Евгений Журнов. Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Следите за нашими новостями на сайте norilsk.tv. В студии была Анастасия Сидорова. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!